Еще пример дальше привожу. Опять из этой же серии очарованных частиц. Опять у нас энергия по оси ординат, по горизонтальной оси отложена. Здесь в более крупном масштабе и более наглядно показаны различные состояния. Опять вот одно состояние Псиштрих теперь здесь обозначено. Оно имеет массу 3,7 ГЭВа. А масса 3,1, с которой мы начали, это, так сказать, основной родитель этой серии. Здесь он не показан, потому что мы хотим подробнее рассмотреть старшие состояния с более высокой массой. Вот они здесь показаны вплоть до массы 5 ГЭВ. И опять показано, как они экспериментально себя проявляют. То есть мы меряем количество частиц, которые дает нам ускоритель. Идем по энергии, повышаем энергию выше, выше, выше. И видим, ага, при какой-то энергии есть особенность всплеск интенсивности. Вот, что здесь и показано. Еще более обобщенная картинка, в которой мы видим эти состояния. По оси ординат отложена масса состояний, а по оси абсцисс отложены квантовые числа. Я уже подчеркнул, что эти все частицы удобно рассматривать и называть как аналоги атома. То есть у них есть структура, в атоме у нас протонный электрон, а здесь у нас пара кварков, или кварк-антикварк, которые могут приходить в возбужденное состояние, то есть уходить на более далекое расстояние друг от друга, и некоторое время там пребывать, а потом сбрасывать энергию в основное состояние. И вот здесь показано, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 таких состояний. То есть действительно целое семейство частиц, все они состоят из С, анти-С, кварка. И показаны, если это аналог атома, то по оси абсцисс, по горизонтальной оси, показаны обозначения, аналогичные тем, которые мы применяем в атомной физике. Буква С обозначает то, что частицы, конституенты, составляющие, находятся, как говорят, в С-состоянии. То есть они движутся вот так, но не вращаются относительно друг друга. То есть орбитальный момент равен нулю. А сверху индекс 1 – это спин. Спин не равен нулю. Дальше еще одно состояние. И потом, наконец, еще третье состояние, тоже целая серия состояния, в которой есть и орбитальный момент. Аналог того, как Земля вращается вокруг Солнца, или как электрон вращается вокруг ядра. Вот такая иерархия структур материи мы теперь наблюдаем. Продолжение следует...